Трудно поверить, но в наше время некоторым горожанам приходится подстраивать своё ежедневное расписание под время, когда появляется вода в кране. Жители дома номер 31-Б на улице Дзержинского возмущены. Вот уже два месяца каждый день они получают горячую и холодную воду только на два часа в сутки. Её дают только днём два часа. Если кто, как говорится, успеет горячую воду, чтобы помыться, или бутыли, чтобы мы набираем воду, всё. Выходные вообще не дают воды. Ни на два, ни сколько. Выходных вообще нет воды. Как рассказывает Татьяна, жильцы устали без постоянного водоснабжения. Кроме того, постоянно бежит крыша и протекают ливневые трубы. Вода попадает в квартиры на верхних этажах. В результате портится имущество. А свет в коридоре жильцы боятся включать, опасаясь замыкания и возгорания. В аварийном состоянии сейчас у нас находится эта крыша. То, что люди находятся без воды и крыльцо. Арматура торчит. Мы тоже жаловались. Люди, старики падают. Эти штыри прямо торчат. Вот сейчас снегом просто занесло и не видно. И поэтому обращаюсь за помощью. Мы в прокуратуру писали. Лично я писала по защите населения. К нам приходили, тоже говорили, что наше общежитие находится в аварийном состоянии. Татьяна говорит, что их управляющая организация Зауралья безответственно обслуживает дом. Многие жильцы сетуют, что причиной их бед служит установленный в соседнем доме новый насос. Системы водоснабжения двух строений связаны. Чтобы не тратить ресурс насоса сразу на два дома, жильцов Подзержинского 31Б попросту отрезали от транзитной трубы. Директор управляющей компании пока не готов дать ответ, но заверил, что накануне обсуждал проблему в городской администрации. Жильцы же надеются, что про их беды услышит новый глава Зауралья. Они готовят ему письмо. Мы будем следить за развитием событий. Павел Баев, Владислав Базалев, Александр Немков. Информационное агентство Курганру.